А теперь покажем, как это функционирует уже во время работы. Кольцо закрепленное. Можно легко использовать все разметочные инструменты. Если вращается, то по периметру можно легко работать циркулем. Имеем две параллельные линии, между которыми мы можем уже что-то писать. В принципе, конечно, можно не только писать, можно гравировать какие-то узоры. Давайте начнем с какой-нибудь буквы. Допустим, буква О. Я их только покажу. Потому что они немножко отличаются. Значит, вот это основной штихель. Я обточил его по бокам, чтобы было у штихеля больше маневра. Чтобы не мешало кольцу. Это основной штихель. Можно делать прямые линии поперек. Можно делать линии по кругу до какого-то предела. Поэтому есть еще два штихеля. Они вспомогательные. И они имеют вот примерно такой вид. Очень просто изготавливается из старого надфиля. Нагревается, загибается. Потом снова калится. Вот такой штихель. И за счет своих изгибов он имеет больше возможности для маневра. Штихель левый и штихель правый. Но это вспомогательные штихеля, потому что они немножко слабоватые. Из-за того, что точка приложения силы смещена относительно точки режущей кромки. Поэтому ими мы будем пользоваться только как вспомогательные. Итак, буква О. Так, вот еще один момент. Я поставил точки вот здесь в центре. Это середина. И место гравировки я стараюсь держать все время в середине. Вот здесь. То есть, если я начинаю куда-то уходить, я могу прямо во время гравировки сдвинуть либо влево, либо вправо. Так, вот еще один момент. Вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот и вот у нас две критические точки которые мы не можем сделать основным штихель и теперь мы используем вот эти кривые штихеля когда мы можем подлезть поглубже и здесь совсем немножко с одной стороны вот получилась такая буква теперь можно подшлифовать наждачкой заусенчики убрать очень удобно полировать и шлифовать внутри именно когда кольцо закреплено в это приспособление по ходу можно крутить вот получилась такая буква